Рыбы, приветствую вас, меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, для вас снимаю ваш второй прогноз на неделю в период с 25 по 31 декабря 2023 года. Мы с вами завершаем годовой цикл, поэтому будем ходить с новыми энергиями в новый период, посмотрим, чем для вас ознаменуется эта неделя, чем она вас порадует и удивит, ну и в целом, с чего начнется для вас новый год. Поэтому приступаем с вами, подумайте о том, что вы себе запланировали на этот период, а мы проанализируем. Общая энергия недели, предостережения и рекомендации от карт. Что у вас здесь? Так, восьмерка мечей, восьмерка монет и тройка монет. Это поставить себе какие-либо ограничения, но здесь у вас могут быть ограничения по срокам, на завершение рабочих процессов, проектов, какой-либо деятельности. Ну и в целом, вы сами для себя можете ставить какие-то сроки, что-то сдать, успеть в оговоренный какие-то период, моменты, для того, чтобы полностью завершить все рабочие процессы и почувствовать уже вкус жизни, расслабиться. Плюс здесь могут быть вопросы активной работы над самими собой, потому что восьмерка мечей, а также карты Аскезы. И вот эти арканы могут показывать, как структура, дисциплина, контроль. В особенности, если вы собираетесь привести себя в лучший вид к Новому году, может быть, у кого-то система детокса, потому что здесь, знаете, как активная работа над тем, чтобы вы были в лучшей форме. Посмотрим, о чем будет говорить этот ряда карт с точки зрения личной жизни, для тех, кто у нас свободен. Ну, по семерке чаш, это сама по себе ситуация, ну, не могу сказать, что трудного выбора. Да, вам будет льстить тот факт, что кто-то будет проявляться по отношению к вам на корпоративе, потому что здесь предпосылки к служебным романам, но, тем не менее, по восьмерке мечей вы будете ограничивать этих поклонников или поклонниц, потому что понимаете, что вам это ни к чему. Хотя дно колоды рыцарь-чаш, это сама по себе ситуация, что кто-то в отношении вас проявляется, дарит вам свое внимание, эмоции, заботу, вам это льстит, но вы понимаете, что это не те кандидаты, с которыми стоит выстраивать стабильные отношения. Для тех, кто у нас в любовном треугольнике. По королеве мечей. Во-первых, конечно же, карта может указывать на девушку, женщину, воздушной стихии, весы, близнецы или водолей, и ваши активные действия, так сказать, по стороне конкурентки, если мне смотрит девушка. Для мужчин здесь это вопрос приоритета выбора. Здесь отбросить чувства и эмоции, так сказать, утрированно просчитать, какая из барышень для вас будет в большей степени актуальна. Если не вы являетесь зачинщиком любовного треугольника, то это карта аналитики. Взвесить все за и против, насколько эти отношения полезны для вас, какую они для вас несут выгоду, пользу, то есть счастливы ли вы в этой структуре, в этом союзе, или может стоить ограничить эти взаимоотношения. Для тех, кто у нас в стабильных связях. По восьмерке жезлов. Здесь быстренько в срок завершить рабочие процессы и вопросы подготовки к поездке, путешествию, переезду, смены места жительства, потому что восьмерка жезлов и десятка чаш – это все-таки встреча с близкими, это поездка к близким, это встреча с друзьями, это прекрасное времяпрепровождение, то есть эмоциональный подъем. И вот вы будете спешить все успеть сделать в срок, дабы насладиться этими моментами. Так, смотрим с точки зрения работы. Для тех, кто сейчас не работает по семерке монет, ситуация здесь для вас неизменна. Все, что здесь может проходить, это как разработка планов, целей или идеи, при помощи чего вы можете в дальнейшем зарабатывать, ну как в следующем году. Для тех же, кто у нас является соискателем, девятка чаш – это довольство, то есть вам могут сказать, что подтверждают, допустим, ваше резюме, вашу заявку, но контракт трудовой будет подписан, допустим, со следующего года, потому что восьмерка мечей сейчас пока нет хода этим событиям, этим действиям. Для тех, кто у нас является наемным сотрудником, здесь ложится аркан луна. Полудня, как правило, это изменение условий труда, графика работы, в особенности, если вы работаете вахтовым методом, или там сутки через строй, или просто может идти изменение структуры вашей организации, как следствие деятельности. Это я не могу сказать, что на вас кажется негативно, но вместе с тем будет накладывать отпечаток, нужно будет к этому приспособиться. Плюс здесь незначительные, но тем не менее, разовые какие-то вот цикличные годовые выплаты, премии, бонусы, то есть то, что вам полагается, на это можете рассчитывать. Для тех, кто ведет свой собственный бизнес, здесь ложится аркан башни. Так вот, у некоторых это могут быть планы целей на вопросы перемещения в новый офис, новая структура. У кого-то, если вы понимаете, что дело не идет, то могут быть даже планы по поводу закрытия вашего предприятия, его продажи, потому что если смотреть, будут цели, планы и акценты на то, вот видите, вот пятерка мечей, это как закрыть, продать на то, чтобы войти в абсолютно новое. Отшельник — это переосмысление, ну и как следствие суд, это полностью как реорганизация, войти в совершенно другую для вас нишу. Смотрим эти карты относительно вопросов здоровья. Императрица — это прекрасно выглядит, это замечательное эмоциональное, ментальное, физическое самочувствие. Ну и, конечно же, делать все то для того, чтобы вы так выглядели. Как правило, повторюсь, ограничения в питании, в каких-то там чрезмерных нагрузках. Это может быть спорт, это могут быть какие-то уходовые процедуры, опять же, освобождение режима дня, но все для того, чтобы выглядеть прекрасно. Смотрим, о чем здесь говорят арканы относительно предостережения. Четверка монет, девятка мечей, и у нас ложится король монет. Для кого-то это переживания и страхи связаны с сохранением баланса в отношениях и отношений самих с мужчиной, земной стихи, или вздевая козерог. Это не обязательно личные отношения, это может быть взаимодействие личного, либо делового характера. И переживания по поводу вашей финансовой стабильности. То есть как сделать, чтобы деньги не только сохранить, но и их приумножить. Тройка мечей, карта дьявола, это в первую очередь не быть в созависимых ситуациях. То есть если были какие-то кредиты или долги, постараться их закрыть. Опять же не брать в новых и не зависеть от ряда партнеров. То есть кто-то здесь будет решаться на то, чтобы идти в самостоятельное плавание, дабы не зависеть от взаимодействия с кем-то. То есть работать свободно. Смотрим на рекомендации от карт. У вас здесь ложится шестерка Пентакли. Это карта помощи. Во-первых, она как акцент вам говорит о том, что перед Новым годом постарайтесь возможно исполнить что-то желание. Потому что это карта подарков, это карта даров, одаривания, благотворительности. Потому что исполнив чью-то маленькую мечту, в целом вам вселенная поможет исполнить вашу большую. Ну и еще такой момент. Если вы в чем-то не справляетесь, не тянете какой-то ряд обязательств, или не можете, скажем так, закрыть какие-то свои базовые моменты, потому что загружены работой, а некому дома провести генеральную уборку или, может быть, приготовить, воспользуйтесь услугами наемного персонала. То есть, знаете, я говорю, разовая акция. Но это вам значительно облегчит жизнь, вас порадует, вы не будете тратить свое время, силы и ресурсы на те бытовые аспекты, которые вас угнетают. Тем более, повторюсь, это не на постоянной основе, ну как разовая акция, но тем самым это у вас вдохнет жизнь, перенесет какое-то воодушевление и радость. Плюс шестерка монет, это также карта не только как бы одаривания, но и накоплений, копителей откладывает на что-то, во что вы в дальнейшем захотите вложиться, инвестировать, ну и как следствие приумножить свои ресурсы. Посмотрим, о чем здесь говорит неожиданность периода, какова ситуация. Так, мост, деньги, мельница и дно колоды у вас здесь сцена. Ну это как найти путь или способ увеличения дохода или переходный путь и этап к вопросам увеличения заработка, новый источник дохода, новая деятельность. Это ситуация, когда куй, железо пока горячо или перемелется мука будет. Пока есть возможность и ветер вращает лопасти мельницы, соответственно, идет работа, идет шанс, идет возможность. Поэтому и вы не упустите в рамках этого периода, в начале года способы и шансы заработать, трудоустроиться или найти для себя новый источник заработка. Потому что карты показывают, что такая возможность будет. Но пока еще все будут в приподнятом, расслабленном, праздничном настроении, вы можете быть в рядах первых, кто сможет обеспечить себе безбедное существование. Поэтому дерзайте, все у вас здесь получится. Ну и как следствие карты указывают на улучшение финансовой ситуации. Пусть так и будет, так вам и закроем. Вам благополучия, комфортной недели, ну и, конечно же, шикарного Нового года. Ярких эмоций, счастья, здоровья, достатка, финансового благополучия. Исполнение всех ваших материальных желаний, ну а нематериальных, вам поможет осуществить Вселенную и ваш Ангел-Хранитель. Я вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. Услышимся в 2024 году.